МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Поправочный коэффициент вернулся. Кустанайцы вновь начали получать квитанции с новой графой. Они говорят, что суммы пока небольшие, однако уже с наступлением холодов все может измениться. Андрей Деменок узнавал подробности. В Кустанайском спецсоне уже третью неделю настоящий ажиотаж. Очереди достигают 400 человек, а на их ожидания уходит не один час. Из-за чего такой водительский переполох, расскажет Екатерина Комиссарова. Обновление набережной. В Кустанай продолжается поэтапная работа по благоустройству центральной набережной. Динара Абдера узнавала мнение жителей. Поправочный коэффициент вернулся. Горожане вновь начали получать квитанции за газ с новой графой. Сегодня суммы в ней небольшие, однако абоненты боятся, что с наступлением холодов все может измениться. В газовой компании комментировать ситуацию не торопятся. Андрей Деменок продолжит тему. Рассматривая квитанции, Дарья Филипенко недоумевает, почему в платежках снова появилась графа поправочный коэффициент. Жительница частного дома говорит, что такие квитанции она получает уже второй месяц. И если сегодня цифры в новой графе не столь угрожающи, то с наступлением холодов все изменится. При этом получить какую-либо информацию у газовиков женщина не может. Я звонила туда, ходила мама моя, а ее не пустили. Я звонила, меня также ни с кем не соединяли. Разъяснений мы не даем. Не торопятся комментировать ситуацию с возвращением поправочного коэффициента. Газовики и журналистам требуют официального запроса, рассматривать который, согласно законодательству, они имеют право в течение трех дней. Запрос мы, конечно, отправили, но ответа пока не получили. Прояснить ситуацию помогли в антимонопольном ведомстве. Именно они три года назад в числе первых заинтересовались новой графой в квитанциях газовиков. Повторяясь, ситуация и на этот раз в ведомстве сообщили, что подобное нововведение газовой компании сотрудниками департамента сейчас изучается. Кроме этого, выяснилось, что сегодня по-прежнему возможно вернуть деньги, которые были заплачены по заправочному коэффициенту три года назад. Для этого необходимо обратиться в филиал КАС «Трансгаз Аймак» или непосредственно в антимонопольное ведомство. Как показывает практика, чаще всего для абонента все заканчивается хорошо. Деньги возвращаются, причем в полном объеме. Стоит также отметить, что на сегодня Головной комитет по регулированию естественных монополий возбудил административное дело по факту неисполнения предписаний акционерным обществом. Другими словами, за малый процент возвращенных средств. Материалы уже переданы в суд. Мы намерены следить за развитием событий, а также ожидаем официального ответа со стороны газовой компании. Диара Ахмечин, Виктор Ваташко, Андрей Деменок, РТМ. Другим темам. В Кустанайской области цифровизация дойдет и до детских садов. Уже осенью заявления на поступление в детсад будут приниматься только в электронном формате на сайте ЕГОВ. Электронными станут и направления. Также на сайте можно будет зарегистрировать своего ребенка в первый класс. Поэтому в управлении образования рекомендуют родителям получить электронную цифровую подпись. Мои коллеги расскажут подробнее. Сейчас в Кустанайской области 623 дошкольных учреждения, 188 детских садов и 435 мини-центров. Но до сих пор актуальной проблемой для родителей остается ожидание своей очереди детский сад. На данный момент очередность от 1 до 6 лет составляет 91,2%, от 3 до 6 лет 99,6%. Но имеющая очередность здесь в основном характерна для городов и крупных районов области. Кроме города Лисаковска, где вы знаете, что уже 100% охват детей. И, наверное, уникален опыт в дошкольном образовании города Лисаковска в том, что они уже принимают дошкольные организации с двух лет. Для решения проблемы с очередностью в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства были построены детские сады в Лисаковске и Аркалыке. В этом году детский сад на 75 мест появился в Федоровке, на 150 в Аркалыке, до конца этого года откроется и в Житикаре. Кроме этого, с 1 сентября в Кустанайской области хотят запустить автоматизацию очереди в дошкольные учреждения, электронную выдачу направлений в детские и дошкольные организации и электронную подачу заявлений в первый класс на сайте ЕГОВ. При этом бумажную альтернативу этих заявлений планируется убрать. Если мы добьемся этих двух важных задач, то, в принципе, наибольшие коррупционные риски, они сами по себе утратят силу в системе образования. Поэтому я хочу, пользуясь случаем, обратиться к родителям, чтобы все имели возможность получить цифровые электронные подписи для того, чтобы услугу эту можно было получить даже сидя дома. Правда, к началу учебного года автоматизацию очереди и электронные направления будут доступны только в трех городах области. Это Кустанай, Рудный и Лисаковск. В управлении образования отметили, что по возможности постараются ввести новшества и в Кустанайском районе, поскольку здесь наибольшее число дошкольников среди сельских регионов. Остальные регионы должны подключиться к цифровой системе до конца 2018 года. Дмитрий Гуренко, Наталья Луговская, Екатерина Комиссарова, РТН Очереди из нескольких сотен человек и часовые ожидания. В Кустанайском спецсоне уже третью неделю настоящий ажиотаж. 26 мая в Казахстане вступили в силу новые правила, согласно которым при замене водительского удостоверения автолюбителям не нужно проходить полную медицинскую комиссию. Не уточнив все условия и не ознакомившись с поправками, люди кинулись менять удостоверение. Причем меняют даже те, у кого еще около пяти лет в запасе. Екатерина Комиссарова разбиралась в ситуации. Изменения в правилах замены водительских удостоверений вызвали настоящий ажиотаж. Напомним, 26 мая в Казахстане вступили в силу новые правила, согласно которым при замене водительского удостоверения автолюбителям не нужно проходить полную медицинскую комиссию, оставив обязательным лишь справки с нарко- и психдиспансеров. Как только эти изменения вступили в силу, автоцоны вынуждены работать в авральном режиме. Меняет даже у тех, у кого осталось пять лет водительского удостоверения срок. Они идут и все равно меняют. В связи с чем повлекло вот к таким очередям и такому ажиотажу замены водительского удостоверения. Также много с районных районники приезжает, очень большой поток, хотя на месте у себя в районе они могут пройти точно по такому же пакету документов, сделать замену водительского удостоверения. Всему виной то, что люди, не разобравшись и не читая изменения в законе, решили, что это временная акция. А у вас уже срок годности еще? В августе месяц, да. Почему так рано решили? Ну, все сдают, а я сдаю. Срудно. А почему так? Ну, здесь быстрее програнили. Оказалось, нет. Если раньше в день в Кустанайском спецсоне обслуживалось около 90 человек, то сейчас, отмечают сотрудники, число посетителей достигает 400. Из-за народных мифов сегодня в Кустанайском автоцоне настоящий ажиотаж. Очередь выстраивается с самого утра и до закрытия учреждения. Чтобы дождаться получения талончика, люди готовы ждать часами и выстаивать очередь сотни человек. Как отмечают сотрудники спецсона, нет смысла подаваться панике. И через месяц, и через три автовладельцы при замене водительского удостоверения смогут сэкономить. В случае обращения в госорганы до истечения срока действия водительского удостоверения, им также не нужно будет проходить медосмотр, который является платной процедурой. Не нужно ехать и из других районов. Условия везде одинаковые. Кустанайский район может обслуживать Царикольский, Алтенцаринский, Узенкольский, Мендогоринский и сама Затоболовка у себя может остаться. Вот эти районы могут без проблем приехать в Затоболовский РЭО и без проблем также сделать всю замену под такому же пакету документов. Ауликольский может Ауликольский, Карасусский, Наурзумский, Октябрьский. Жтыгора может, Жтыгора, Камысты, Денисовка. Лисаковский обслуживает себя, Лисаковский, Тарановский. И Федоровка сама себя обслуживает, там есть рэпы. Карабалык и Аркалык тоже самое, сами могут. Виктор Ваташко, Екатерина Комиссарова, РТН. Далее в нашем выпуске рубрика «РТН. Происшествия». Я передаю слово ведущему Виталию Луговскому. Спасибо, Елена. Здравствуйте. Итак, о наказании за убийство друга, о смертельном ДТП, о задержании пьяного нарушителя, который пытался уйти от полицейской погони и людей, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сразу после небольшой рекламы.